А сейчас у вас рыночная цена какая-то? Рыночная цена у нас поставляет в разных районах по-разному. Средняя, эконом-класс, не элитная, эконом-класс. 55 тысячи. 55 тысячи. Дороговато, да. Поэтому мы стараемся решать. А ну это 55 тысячи это еще не та цена, которая средняя. Цена колеблется от 70 тысяч до, я бы сказал так, до 55. Вот. То есть 70 тысячи это, наверное, каком-нибудь хорошее бизнес-пространение. Ну, в принципе так, но она есть еще и дороже. Поэтому отсутствие жилья, отсутствие возможности, оно порождает стоимость высокую. Вот. Поэтому здесь потребность... На бомбушке до 90 тысяч цена поднялась. Ну, значит, у вас предложение не успевает за спрос. Да. Для жировка это безопасно. Единственное, что если кому-то противопоказано, что... Вот из всего ассортимента молока это самое вкусное молоко. Да? Да. Поверьте, технологам. Маслица вот на бомбушке... В Амурской области реальные, серьезные перспективы. Перспективы и в области промышленности, и развития города. И особенно важно это сельское хозяйство и пищевая промышленность. Мы сегодня посетили конкретные, хорошие, успешные хозяйства, большие. И мы посмотрели на их инвестиционные планы, обсудили, как они могут эти планы дальше расширять, как взаимодействовать с теми, кто занимается пищевой переработкой. Посмотрели с губернатором на планы по развитию города, набережной. Что нужно как федеральная поддержка для того, чтобы горожанам было здесь уютно и они чувствовали себя комфортно. Что нужно сделать для того, чтобы приграничная торговля цивилизованно развивалась, не цивилизованно сворачивалась. Что нужно сделать для того, чтобы россияне облегченным образом пересекали границу и посещали Китай. И наоборот, китайцы, Россию через Благовещенск. Затем мы обсудили вопросы развития электроэнергетики, какие мероприятия предлагают для включения в государственную программу по развитию Дальнего Востока и Забайкалия. И конкретные планы по модернизации Благовещенской ТЭЦ. И подтвердили участники совещания, включая министра энергетики, что она будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2015 года. Посмотрим, насколько их заверения будут исполнимы.